В рамках программы формирования комфортной городской среды в этом году будут благоустроены парковая зона во втором микрорайоне и три дворовых территории. Уже полным ходом идут ремонтные работы во дворе многоквартирных домов 7 и 8 четвертого микрорайона. На сегодняшний день подрядная организация Рослевская ДСПМК 44 занимается бордюрами, вывозом строительного мусора и в дальнейшем приступят к асфальтированию проездов. Данным проектом предусмотрено расширение парковок в целях того, чтобы у людей было больше возможности припарковывать для временного пребывания свой автотранспорт. Я вижу, что на парковке присутствует личный транспорт. И скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда они дойдут до вот этой машины, они приостановят, что ли, работу? Конечно, они приостановят работы, хотя у нас по графику жесткие очень условия аукциона, определены рамки проведения контрактов. И была проведена достаточно большая работа и администрации, и управляющие организации «Смоленская АЭС-сервис» по предупреждению собственников данных многоквартирных домов о том, что нужно освободить площадки в связи с тем, что будут проводиться строительные работы. Строительные работы производятся эти для собственников, для улучшения их нормального проживания в этом доме. Поэтому призываю жителей внимательнее отнестись к тому, что висят объявления. Не просто так они висят, они висят с целью того, чтобы не прекращать работы, которые начаты подрядной организацией. В следующих выпусках мы расскажем вам о дальнейшей работе федерального проекта «Комфортная городская среда», а также как развивается муниципальный проект «Любимый город». Жители 2-го микрорайона отмечают активность введения ремонта в парковой зоне. Уже проделан большой объем работ. Председатель комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Марина Кулакова ответила на вопросы о проведенных и предстоящих мероприятиях. На сегодняшний день сделана уже практически центральная пешеходная зона. И в процессе укладка плитки по двум дополнительным тропинкам, которые идут на первый микрорайон и на яхт-клуб. Состоялся аукцион по оставшимся деньгам, про которые я вам ранее говорила, что будут высвобождаться деньги, и мы их будем тоже направлять на реализацию данного проекта. В рамках второй части реализации проекта укладка тоже также плитки, бордерного камня и установка ограждения вдоль 26-го дома 2-го микрорайона. То есть это все будет уже завязано в единую схему и выполнено в полном объеме. На центральной дорожке будут установлены скамейки. В каждом кармане их три штуки, по три кармана, по три скамейки и по четыре урны. На следующей неделе будет произведен монтаж уличного освещения этих пешеходных дорожек, и поэтому нашим жителям будет хорошо, светло и комфортно ходить по данной территории. Продолжает работу муниципальный проект по благоустройству территории Десногорска. Программа данная софинансируется средствами Смоленской атомной станции и концерна «Росэнергоатом». В этом году в рамках этой программы у нас были запланированы и проводятся уже ремонты школьных и дошкольных учреждений. И 2 июля подготовлена аукционная документация и выложена на площадке Сбербанка АСТ по асфальтированию дорог и проездов. Дороги и проезды будут асфальтироваться в рамках решения судебных решений, и дополнительно будут ямочные работы и поднятие люков. До конца лета еще далеко, но результаты работы уже говорят сами за себя. Мы будем следить за ходом ремонта и благоустройства в городе, чтобы рассказать вам об этом.